И снова здравствуйте, это Укрлайф ТВ, и мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка Гейтман и медицинский центр «Призма». С нами на связи Александр Хара, украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий. Александр, здравствуйте, радоваюсь. Добрый день, Людмила, тоже приятно видеть вас. Александр, ну давайте, если позволите, начнем, наверное, с последней ситуации, которая сложилась вокруг действий России, потому что, если немножко отдаленно посмотреть на то, что делал Путин и его окружение за последние 20 лет, то складывается такое понимание, что они были любителями спецопераций и половить рыбку в мутной воде в разных частях света и на постсоветском пространстве в том числе, при этом как бы обернуть эту ситуацию в свою пользу, подвесить многие регионы в таком неопределенном положении, то, что мы там об Абхазии говорим, да, и там много, да, историй. Мы говорим о части Донецкой и Луганской области. И казалось, что их план более-менее понятен, и они действуют в привычных каких-то алгоритмах и установках. И вдруг происходит другая история. То, что начиналось для Путина как спецоперация, вот сейчас, по прошествии семи месяцев, стало для него такой настоящей, большой, серьезной войной, на которую он вынужден мобилизировать людей. А это уже новая какая-то реальность и для кремлевского пула, да, который там в прекрасности чувствовал все эти годы, и для российского народа, потому что тоже был какой-то, наверное, негласный договор о том, что вы там делаете, что хотите, но и нам не мешаете, плюс-минус. Там минус политические какие-то свободы. Мы видели, что Крым был аннексирован, но до этого Россия, по большому счету, не позволяла себе ничего такого. Россия аннексировала Крым, но не аннексировала так называемый ДНР, ЛНР. И тут вдруг эта история про эти референдумы и желание присоединить сразу территории, на которых еще идут военные действия, и на которых украинские войска наступают, и победно наступают. Вот как бы вы, как дипломат, как эксперт, который долгое время занимается внешней политикой России в том числе, оценили вот эти изменения? Что происходит? И насколько это новое поведение России, новый стиль? И готовы ли на Западе реагировать и рефлексировать на этот новый стиль? Или это все старое? Или это просто хорошо забытое старое? Вот как-то так. Извините за такой очень долгий вопрос. Спасибо за вопрос. Вы прекрасно сделали подводку. На самом деле, фактически по всем факторам, которые, я надеюсь, приведут Российскую Федерацию к коллапсу, не только путинский режим. Однозначно, что он в этом направлении идет. Вот начнем с того, что, вы знаете, есть такая фраза о прусском государстве, о том, что есть прусская армия, и при нем есть государство. Собственно, когда Путин пришел к власти, есть гибня, есть российская территория с флагом, которая является придатком, по большому счету. Это чрезвычайно важно. Почему? Поскольку у каждой профессии есть профессиональная деформация. И если, например, в советские времена, когда Путин гордо служил начальником завхозом в клубе КГБ в Германии, КГБ советское, извините, оно не позволяло себе использовать тонкие методы, как политические убийства, либо операции влияния в промышленных масштабах. Да, это происходило в разных частях света. Выбирались, выверялись те, скажем так, моменты. Я не хочу галорифицировать советские спецслужбы, но в любом случае, если мы сравним масштаб применения этих специальных методов, специальных мер, инструментов, однозначно, что они не были настолько сконцентрированы. Ну, Путин настолько обнаглел, что он убивает людей на территории Берлина. Или, например, Литвиненко и потом Скрипалей попытался убить в Лондоне оружием массового уничтожения. Я уже не говорю про многие другие вещи, как выкрадывали людей. А про убийство Немцова возле стен Кремля, ну, я уже вообще молчу. То есть, грубо говоря, с катушек они съехали, поскольку мир видят абсолютно искаженно. И это чрезвычайно важный тоже фактор. На самом деле, одна из причин, фундаментальных причин, почему Россия не может победить Украину, и она делает такие большущие ошибки, потому что они воюют с Украиной, которую создали в своем больном воображении, а не с реальной Украиной. Поэтому у них не получается. Ну, то есть, это надо быть насколько идиотом, инвестировав миллиарды долларов в пропаганду спецслужбы, покупая украинскую политическую и бюрократическую элиту, чтобы себе представить такую ситуацию, когда колонна танков заезжает в Киев, и, значит, тут коллаборанты, значит, расисты местные встречают с хлебом с солью. Понятное дело, что это неадекватное восприятие реальности. Ну и слава богу, на самом деле, если бы, естественно, планы были бы немножко другие, то у нас было бы больше потери. То есть, Украина бы не перестала бороться за свое будущее, за свою суверенитет, но однозначно, чтобы больше потеряли на первых этапах этого вторжения. Поэтому отрыв от реальности – это как бы чрезвычайно важная вещь. И если, я, например, раньше думал, ну да, вот они как бы для плебса своего, ну и для того, чтобы нас потроллить, они там рассказывают, что Ленин придумал Украину, ну, раньше, вы знаете, австро-венгерский генштаб придумал Украину, на самом деле, да? Ну, по крайней мере, такая была трактовка до того, как историк Путин начал разглагольствовать по этому поводу. А теперь, оказывается, Ленин. И, как бы, ну, гупики, то есть, скажем так, подданные Российской Федерации, они однозначно все это кушают и рассказывают. Я, кстати, являюсь большим поклонником нескольких наших ребят, которые в чат-рулетках с россиянами общаются. И, как бы, ну, то есть, это срез большущий простых таких россиян, которые говорят языком пропаганды. И вот у них, как бы, ну, несмотря на то, что иногда некоторые есть в хорошем возрасте, еще хотя бы советскую пропаганду помнили и историю, но они уже переключились на российскую. Поэтому, как бы, это чрезвычайно важная вещь, это вот виртуальная реальность. Ну, и самое главное, наверное, это, по большому счету, в отличие от Китая, который набирает свою мощь, да, он еще не является первой экономикой, первой, или, по крайней мере, райвной Соединенным Штатом военной силой. Значит, но Китай знает и видит впереди какую-то перспективу, поэтому не особо спешит по поводу Тайваня и, собственно, как бы, других вещей. Хотя мы видим после 16-го года увеличение, скажем так, активности, я бы сказал, даже агрессивного поведения, прежде всего, в отношении своих соседей. Если вы посмотрите в Южно-Китайское море, как там шесть этих линий, как китайцы хотят поделить это море, но они хотят поделить по-братски. Значит, две трети, если не больше, себе, а остальное, что останется тем, значит, своим соседям. Я уже не говорю про, когда залетали на территорию идентификационной зоны ПВО Тайваня свыше ста китайских самолетов. Я уже не говорю про маневры, кстати, совместно с россиянами. То есть, понятное дело, что Китай тоже сейчас... Тоже и Япония, кстати, и против Японии тоже попытка поиграть с японскими островами. Тоже, да, это тоже... Да, да, да. Ну, то есть, грубо говоря, здесь причина, мне кажется, она общая с россиянами. Они посмотрели, и вот как бы в их идеологеме Соединенные Штаты это уже уходящая со сцены, скажем так, геополитическая сила, уже не гегемон, не способный удерживаться. Ну, особенно с приходом Трампа, который говорил, что давайте будем заниматься собой, зачем нам это НАТО, зачем нам там это Европа и так далее. И, собственно, это были сигналы такие. Ну, и самое главное, я думаю, что сорвало крышу путиноидам, это Афганистан, выход Соединенных Штатов из Афганистана. И они увидели, что это символ того, что вот все, рухнула, значит, американская мощь. И это традиция, кстати, американской политики, что сначала кто-то приходит такой интервенционист, и он начинает активно там входить в какие-то конфликты и что-то делать на международной арене, а потом приходит такой изоляционист и говорит, не-не-не, давайте закончим эти ненужные войны. Я, прежде всего, говорю о том, как Буш, ну, понятное дело, он легитимно и правильно отреагировал на 11 сентября и начал кампанию против талибов в Афганистане, но, с другой стороны, была фактически подстроена, вот как русский, подстраивает геноцид русскоговорящих, как мы с вами, да, на Донбассе и так далее. То есть придумали какой-то предлог. И, кстати, вот как раз-таки вторжение 24 февраля, оно же как обусловлено. С одной стороны, геноцид, а с другой стороны, значит, что у нас, оружие массового уничтожения, ядерное оружие, Зеленский сказал, что в ближайшее время мы получим, поэтому они там шебуршили идиоты на Чернобыльской атомной электростанции. То есть они пытаются играть, вот это как бы мафпировать, да, то есть клонировать даже предлоги, те, которые американцы в течение последней истории использовали для своих вторжений, для того, чтобы как-то объяснить, что они делают в Украине. Вот, поэтому Афганистан был чрезвычайно важным моментом. Им казалось, ну смотрите, они туда инвестировали кучу денег, потеряли кучу солдат, пытались построить демократию. И Украина станет Афганистан 2-0. Но Украина стала Афганистаном 1-0. То есть когда было вторжение Советского Союза в 79-м году, и с помощью американцев, те же самые стингеры, они, правда, не такие символы этой войны, как джавелины, а тем более сейчас хаймарсы, но в любом случае американское оружие, которое позволяет уравновесить вот эту вот асимметрию, которая у нас есть в средствах с Российской Федерацией. Вот, собственно, это некоторые эксперты, особенно на Западе, еще фактор COVID употребляют, говорят о том, что самоизоляция, то есть Путин панически боится своей биологической смерти, и поэтому он там сидит в этом бункере, поэтому он встречается с стюардессами в виде голограммы, а не наживо. И, собственно, вот эта самоизоляция и, соответственно, ограничение того, как бы круголиц, которые могут в этом бункере быть с ним, они повлияли на мировоззрение. Ну, там называют две фамилии тех людей, которые ему советуют, хотя я абсолютно уверен, что такой типаж принимает решение самостоятельно и часто в противоречии, собственно, тем советам, которые удаются. Мы видели, кстати, того же самого заикающегося, трясущегося начальника службы внешней разведки на псевдо-мероприятии, там, на Совбез, или как оно там называлось, вообще как бы, как в первого сентября урок мира, так вот такая подстановка дешевая. Вот, поэтому это может быть тоже фактором, но в любом случае является фактором то, что он мало кому сейчас доверяет, и как фюрер в свое время, там, в конце 44-го, в 45-м году перебрал на себя планирование операции, вот похоже, что он это делает. Потому что, с одной стороны, понятное дело, что политическая ответственность на него, то есть, когда он принимал решение, ну, и суицидальное решение о вторжении в Украину, несмотря на все жертвы с нашей стороны, сколько там этих расистов будет закапано в нашей земле, меня это не волнует, а, естественно, я забочусь о наших гражданах, и, собственно, как бы, об украинской экономике, инфраструктуре, и прочих еще. Ну, это было союзное дальность для путинского режима, и для России. Мы это увидим, это на нашем веку, я надеюсь, что в ближайшее время, потому что мобилизация, на самом деле, это катализатор, как раз-таки, этого движения, если бы он эту частичную мобилизацию, как они назвали, не объявил, то у него был бы запас прочности продолжать бездарную, ну, фактически, проигрывать войну, но очень медленно. Сейчас он пытается как-то исправить положение, и, собственно, как бы, я не верю в частичность этой мобилизации, если до ее провозглашения 21 сентября фактически была скрытая мобилизация, поскольку профессиональных, значит, диверсантов, всяких ВДВшников и прочих, плюс фашистов русских, которые пришли к нам тут русский мир устраивать, ну, и идиотов, которые пришли тут ипотеки закрывать, мы уже перемололи. Посмотрите, значит, в силы вторжения 190-200 тысяч были. Если даже, как бы, ну, не совсем верить украинской власти, а 55, свыше 55 тысяч убитых, ну, даже 30, возьмем условно говоря, просто так, с потолка цифру, меньше, чем объявляют украинские власти, 30 тысяч, плюс в три раза больше раненых, это получается 90 тысяч. Вот, посчитаем, 120 тысяч из 190 тысяч вторжения мы уже утилизировали. Соответственно, продолжать в таком темпе они не могут, им надо дополнительные силы, поэтому они провозгласили эту частичную мобилизацию, которая, по сути, есть тотальная мобилизация. Мы же, естественно, не верим Орваловской России, где, ну, как бы, за правду, ну, правду не говорят. Я часто повторяю, что Советский Союз был империей зла, а современная Россия это империя лжи. И, соответственно, как бы мы понимаем, что под гребенку будут, и тем более, кто может проверить, на самом деле. То есть, как бы мы видим, какое-то количество убежало или убегает из России, видим, какое количество несчастных этих, значит, мобиков там собирают, вот, ну, как бы не суть важна. Поэтому мы можем говорить о том, что он принял решение, возможно, по причине того, что он видит, собственно, ограниченность, там, не знаю, своей биологической жизни, и поэтому хочет войти в историю, как Петр, Петр, там, второй, или, как, не знаю, он себя там сравнивает с этими всеми, значит, великими извергами Российской империи. И, соответственно, поэтому, вот на фоне иллюзорных представлений об Америке, прежде всего, о Европе, что она не способна объединиться, да, там, мы можем критиковать немцев за то, что они дают леопарды, или там, еще кого-то за какие-то вещи. Но то, что произошло в Европе, это беспрецедентно. То есть, кто-то не мог абсолютно себе представить буквально год назад, что будет такая позиция, что немцы будут Украине давать летальное, наступательное оружие. Меркель же отнекивалась, и с 2014 года, вот, собственно, по 24 февраля 2022 года ни одного патрона Германия нам не дала. Вы помните эту историю с касками, 5000 касок, которые, не знаю, там попали или не попали, все смеялись с этого, но произошли кардинальные изменения. И это, кстати, чрезвычайно тоже важно, что Путин в стратегической перспективе проиграл Европу. Мы видим, что инертический шантаж не сработал, европейцы тратят много деньги, терпят убытки, терпят возможность каких-то там негодований со стороны своих сограждан, но переключается на альтернативные источники и прежде всего сжиженный газ, соответственно, как бы не российского происхождения. А Россия еще с советских времен фактически концентрировала свои усилия на том, чтобы получать валюту за продажу энергоносителей прежде всего на европейском континенте, ну и соответственно конвертировать это в какие-то политические дивиденды. сейчас мы видим, что это не работает, то есть и первый, и второй северный поток не работают по причине того, что русские не хотят, что они мировали, ну и плюс еще вот эти возможные теракты, которые произошли. В Китае они могут продавать ограниченное количество по трубе, то есть там пропускная способность, тем более Китаю на самом деле это газ не настолько нужен по причине того, что они тоже выстраивали свою энергетическую политику достаточно нормальную, я не помню сколько, 8 или 9 ЛНЖ терминалов у них есть, то есть они могут покупать в любой части мира энергетику или газ. Соответственно с нефтью европейцы снижают свое потребление серьезным образом. То, что Индия и Китай покупают, да, это сейчас помогает, приток валюты в России есть, но россияне продают с большущим дисконтом. И поэтому да, они зарабатывают определенные деньги, но все равно нельзя сказать, что это достаточно для того, чтобы удерживать всю эту путинскую машину в таком же состоянии, как она была внутри России. Я уже не говорю о том, чтобы вести эту войну, я уже не говорю о том, чтобы инвестировать сумасшедшие деньги в новое оружие, точнее не создание, а производство оружия, которое они потеряли у нас. Поэтому в стратегической перспективе он проиграл, будем надеяться, что мы в ближайшее время увидим коллапс его режима и, соответственно, децентрализацию, деструктивные процессы в самой России, это абсолютно неизбежно. Вы сказали о ближайшем коллапсе режима Путина. Вы исходите из того, что вы сейчас сказали, подводя итог, или есть еще какие-то моменты, которые вам кажутся, тоже могут быть значимы в этом контексте? Вы, кстати, как раз упомянули о так называемом договоре. Социальный контракт вообще не является концептом, который можно применять к России. Условно говоря, был такой путинский социальный контракт с россиянами. Они в экстазе находятся от аннексированного Крыма, победы русского оружия, аналогов нетовского и так далее. И, соответственно, не требуют никаких прав и свобод. У них есть бутерброд с маслом и, соответственно, свободы им не нужны. А, и плюс еще есть стабильность, которой не было в 90-х годах. Для них стабильность это же как бы религиозное по большому счету такое понятие. Сейчас этот так называемый социальный контракт нарушен. Благодаря санкциям и кризису, потому что, на самом деле, даже если бы не началась война в 2014 году против Украины, путиномика она себя изжила. И, соответственно, скажем так, проблемы экономического характера были бы, ну, конечно, не такие, как сейчас. Это первый момент. Второй момент, естественно, санкции, а самое главное, это то, что Запад в конце концов начал применять технологическую, скажем так, изоляцию Российской Федерации, как в свое время, во времена холодной войны, было такой coordination committee, то есть координационный комитет, который все промышленно развитые западные страны решали, какие технологии можно передавать, технологии оборудования Советскому Союзу и, значит, их сателлитам, а какие нельзя, чтобы не дать возможности модернизировать прежде всего оружие, ну, а второе, и экономику как таковую. И это сыграло чрезвычайно важную роль. Вот, кстати, посмотрите, с этим же самым северным потоком, там кроме труб, по большому счету, русского ничего нет, ну, газ, естественно. Если мы говорим там об управлении, о программном обеспечении, о турбинах, о насосах, все это иностранное, то есть русские даже не способны свой газ выкачивать из своих недр и продавать, куда они хотят. Я уже не говорю про, значит, заводы по сжижению газа, платформы, потому что, нет, я уже не говорю про разведку и добычу полезных ископаемых в Западной Сибири и на арктическом, значит, шельфе. То есть там необходимы такие экспертизы, оборудования, технологии и деньги, по большому счету, которых у России просто нет. Поэтому, собственно, это важная составляющая того, что российская экономика и, самое главное, это золотые яйца, которые несет этот, как бы, энергетический сектор, они, по большому счету, конечные. Вот мы это видим. Соответственно, хлебушек и остался, масла уже нет. теперь с этой временной, прошу прощения, частичной мобилизации, получается, что обыватель не просто сидит в своей майке грязной возле телевизора и гордится великой Россией. А теперь ему говорят, бери, покупай, значит, часть экипировки, потому что... За свои деньги. За свои деньги. И иди воевать за что, неизвестно, за неизвестно, что такое. Ну, потому что, извините меня, я учился в Донецкой Государственной Академии Управления. И часть моих, скажем так, сокурсников потом поехала работать в Российскую Федерацию в 2000-х годах. И даже тогда отношение было, знаете, как к третьесортному. Хотя русскоговорящий, Донбасс, ну, все вот эти... Сейчас в пропаганде только красиво это все звучит. Я уже не говорю про беженцев, которые имели сумасшествие текать из Донецка, Луганской в Россию, тогда, с 2014-го года, тем более сейчас, после 24-го февраля этого года. То есть, они второсортные люди, несмотря на то, что там белые, то есть, они не представители кавказских этих национальностей. Вот. Поэтому, ну, на самом деле, за что умирать обывателю русскому, непонятно. За что он, значит, не может выплатить кредиты и большая часть, вот если вы посмотрите в Ютьюбе, вот особенно есть наши хорошие ребята, которые берут интервью у военнопленных, 90% это ипотека. то есть, грубо говоря, они настолько бедны, что пойти убивать и быть убитым или попасть в плен, такая перспектива их абсолютно не пугает, и поэтому они сюда прутся. Ну, естественно, слава богу, что у нас есть, чем их здесь остановить. Поэтому, это чрезвычайно важный фактор того, что будет дестрибализирован этот режим. Я не говорю о том, что кто-то выйдет на какие-то акции протеста. Ну, нет, мы видели, сейчас вот эти акции, которые происходят, они же не против войны, они против мобилизации. Если бы нас продолжали убивать наших детей, разрушать наши города старым способом, без привлечения, по крайней мере, такого широкомасштабного и легального, то есть легализированного, точнее, все бы эти сидели, товарищи на Кавказе, в каких-то Бурятии и прочих депрессивных регионах и смотрели бы, наблюдали, как фашистов украинских и самого главного нациста этого столетия еврейского происхождения президента Украины как их там деноцифицируют, демилитаризируют и так далее, и так далее. Поэтому я как бы о качестве российского народа складно назвать, население, кстати, хорошее слово, русские постоянно его используют, к сожалению, в отношении нас, потому что они не понимают, что в отношении Украины и украинцев надо применять слово граждане, потому что граждане это люди, которые имеют правообязанности, которые активно принимают участие в политической, ну и другой жизни, соответственно, защищают всеми способами свой способ жизни, свое будущее. А жители это приехали и живут себе там. Вот, собственно, россияне есть жители. Это масса атомизированных людей, то есть им очень сложно о чем-то договориться. Как оппозиции, так, собственно, и тем людям, которые находятся в окружении Путина. Когда говорят там о каких-то башнях Кремля, и они там что-то конкурируют одна с другой, возможно, но это какие-то тактические вещи. Никто ж не пытается изменить курс страны. И мне кажется, сейчас вот с этой мобилизацией появится дополнительная, скажем так, мотивация у наиболее, скажем так, наибольших ястребов в окружении Путина, чтобы его убрать со сцены. Потому что, я думаю, что только идиот не понимает, куда, в какой глухой угол затащил Путин Россию. И, соответственно, полумера, вот эта вот частичная мобилизация не решает таких задач. В этом смысле можно согласиться с террористом и бывшим министром, первым министром обороны Дыры, Геркиным, который говорит о том, что надо мобилизировать всю экономику, все общество и додавить Украину. И здесь я тоже согласен с господином Холмогоровым, хотя он говорит о том, что на основном надо уничтожать, но я согласен в той части, что он говорит, что если не сделать этого, то есть уничтожить Украину и украинцев, то тогда Россия погибнет. На самом деле начав войну против нас, они запустили механизм саморазрушения. Я надеюсь, что будет историческая справедливость, Россия перестанет быть этим фактором, Химера исчезнет и появится, кстати, это в интересах всех россиян, особенно те, которые сейчас бегут от призыва, потому что у них появится шанс создать какой-то на руинах вот этой недоимперии, что-то такое, которое будет служить людям, а не абсолютному богу, государству и тому человеку, который узурпировал в нем власть. Поэтому на самом деле победа Украины в этой войне она в интересах 99% россиян, потому что вы же прекрасно знаете, это, кстати, Форбс посчитал, 300 семей российских владеют, по-моему, 80% национального богатства Российской Федерации. Поэтому отравлены пропагандой, не отравлены пропагандой, буряты, либо там этнические русские, они заинтересованы в том, чтобы этот режим пал. Я имею в виду, они, может быть, не понимают этого, но просто они будут жить лучше, их не будут использовать как пушечное мясо, и самое главное, их жизнь получит какой-то смысл и какую-то возможность улучшения только когда этот режим уйдет со сцены. Давайте вернемся к термину виртуальная реальность. Вы очень хорошо описали, что Путин находился и находится в неадекватном восприятии, с вашей точки зрения, реальных событий, и в этом контексте хочется сказать две вещи. Блумберг сегодня написал, что по их информации Путин хочет использовать вот эти войска, которые мобилизированы, чтобы захватить дальше Харьков, Одессу, и он не отказался от идеи вот все-таки захватить большую часть Украины. Это первое, насколько это адекватно, это первое понимание ситуации. Второе, это, конечно, ядерный шантаж, о котором уже просто ленивый только не говорит, и хотя разведки штатов и Великобритании заявили, что они считают это маловероятным, сегодня политика опубликовала информацию о том, что Соединенные Штаты и их союзники активизируют наблюдение за ядерными вооружениями России, в первую очередь по линии своих разведывательных служб. И акцент делается на наблюдение за Калининградской областью. Вот и еще одна вещь, которая мне кажется интересной, в этом контексте уже задам тоже такой долгий вопрос и дам возможность вам отвечать. Вот вчера состоялось заседание САБИЗОО. Честно говоря, я вот послушала, кто как выступал, но какого-то вывода у меня вообще в голове не сформировалось. Но это дело такое, может и не сформировалось. Но вот заявление постоянного представителя Китая при ООН Чан Цзюнь, я хотела бы зацитировать, это вот уже к реальности восприятия. Цитата прямая. Наша позиция, позиция Китая, потому как стоит рассматривать конфликт на Украине, остается неизменной и четкой. Суверенитет и территориальная целостность стран должны соблюдаться. И постпред Китая также отметил, что легитимные озабоченности стран в сфере безопасности должны восприниматься всерьез. А вот интересная позиция у Индии оказалась и может быть даже несколько неожиданно. Постоянный представитель Индии при ООН на заседании Совбеза заявил, что подход Индии по конфликту в Украине останется человекоцентричным, сказала она, призвав к прекращению насилия и разрешению конфликта посредством диалога и дипломатии. Но это комментируют эксперты таким образом, что Индия как бы воздержалась от оценки тех референдумов, всех референдумов, которые состоялись. Вот я специально набросала много всяких фактов, которые могли тут говорить о реальности восприятия со стороны Путина, со стороны может быть разным, другие страны. Поэтому о реальности восприятия. Ну, давайте с Китая начнем, потому что это интересный вопрос. Для Китая неприемлемым является аннексия, тем более незаконная аннексия. Правда, Китай 27 марта 2014 года, когда голосовалась резолюция Генеральной Ассамблеи по территориальной целостности Украины, воздержался от голосования, но по большому счету 100 стран поддержали территориальную целостность и только 10 друзей Путина, там такие очень демократические страны, как Беларусь, Армения, Сирия, Северная Корея, Куба, Венесуэла, значит, они голосовали против территориальной целостности Украины. То есть, с Китаем все понятно. Он, поскольку это новая сила или растущая сила, и они постоянно говорят о том, что международное право должно соблюдаться, вот есть Совет Безопасности, он как главный орган, они не могут занимать другой позиции. Но самое главное, наверное, немножко в другом. Для Китая то, что Россия делает с Украиной, вот аннексия Крыма, а сейчас стопроцентно будет аннексия Донецка, Луганска и тех оккупированных территорий других областей южных, для них это неприемлемая вещь. Они не будут об этом говорить и непосредственно осуждать, и я скажу по какой причине. А вот вопрос Тайваня это внутреннее дело. Поскольку есть несколько, скажем так, документов, ну и так называемая политика одного Китая. И нет ни одной страны в мире, которая бы сказала, что Тайвань является как бы независимым государством, мы признаем его и Соединенные Штаты. И, кстати, в чем была проблема обострения последнего отношения между Вашингтоном и Пекином, когда Нэнси Пелози поехала на Тайвань, она ничего не сделала особого такого. То есть она не сказала о том, что признают независимость или признают ее. Политика Соединенных Штатов в этом смысле не изменилась. Об этом говорил потом и Байден и, естественно, государственный департамент. А вопрос в том, что она просто была высокопоставленным представителем Соединенных Штатов за последние, по-моему, лет 15-20, которые посетила. Естественно, что она дала моральную поддержку тем людям, которые хотят жить в демократическом, скажем так, в демократической системе. Естественно, они с ужасом смотрят на то, что произошло с Гонконгом и другими территориями, которые отошли Китаю, вернулись в состав Китая, но потеряли свою независимость и так далее. То есть, для Китая Тайвань это внутреннее дело. Поэтому и они не, скажем так, не солидаризируются здесь в этом вопросе с Россией. И, кстати, в этом смысле очень интересна позиция Сербии. То есть, я не знаю, как они потом в конечном итоге, но, по крайней мере, министр иностранных дел сказал, что не собираются признавать эти аннексии, потому что у них есть Косово. И, кстати, Украина не признает независимость Косово. Потому что мы понимаем, что у нас есть Крым. Точнее, мы понимали раньше, что был Крым, поэтому не давали поводов, чтобы независимость Косово стала настоящим прецедентом. И, собственно, как бы, хотя абсолютно нельзя сравнивать Крым и Косово или Донецк и Косово, никто не совершал этнических чисток и не шла война. Перед этим, как, собственно, НАТО включилась туда. Поэтому позиция Китая здесь понятная. С точки зрения вот этих вот легитимных интересов безопасности, это пас в сторону России. Потому что... Что имеется в виду? Когда они говорят, что должны быть учтены легитимные побоевания, опасения по вопросам безопасности, имеется в виду, что русские говорят, что НАТО приближается к нашим границам, и это является угрозой. Ну, это, конечно, понятное дело, что от лукавого, поскольку, почему, например, Украина как член НАТО, и это, кстати, была слишком далекая перспектива. Мы помним 2008 год, спасибо Ангелы Меркель, которая завалила предоставление Украине и Грузии плана членства, плана action plan, membership action plan, по отличиями словами. План действий по вопросам членства. И, собственно, потом, через 4 месяца Россия вторглась в Грузию, аннексировала часть ее территории, фактически. Ну, не аннексировала, оккупировала. И, соответственно, потом 14-й год был. Сейчас мы смотрим, что вот Финляндия вступает в НАТО 1040 километров границы, причем чрезвычайно важных границ. Ну, первый момент. Финляндия чрезвычайно мощная в военном плане государство. И даже не будучи членом НАТО, она могла бы дать хорошо по зубам русским, и она к этой войне, будущей войне, готовилась с 1939 года. То есть у них иллюзий никаких не было, что с русскими война будет. Это как бы, то есть это очень сильная составляющая, и НАТО просто обогатилась в этом смысле, превратив Балтийское море во внутреннее море НАТО. Но самое главное, посмотрите на карту, фактически Финляндия межует с Кольским полуостровом, и фактически там, где весь ядерный кулак Российской Федерации находится. То есть в любой момент времени может произойти то, что как бы этот кулак может быть просто обрублен, условно говоря. Поэтому там была на самом деле большущая угроза, если НАТО было бы агрессивным. Ну а мы знаем, почему Финляндия вступила в НАТО. Не потому, что они боялись, что русские нападут сразу после Украины на них. Это очень хорошо сказал их президент, что возможность стать членом НАТО всегда была важной составляющей стратегической концепции или видения, как обеспечить свою безопасность для Финляндии. А когда Россия сказала, что нет, мы запрещаем другим государствам быть членами НАТО, то тогда нарушилась эта схема. И естественно, Финляндии решили, что им будет безопасно в демократическом пространстве, нежели постоянно с неадекватным соседом, который ведет геноцидальные войны с неядерными государствами. То есть, как бы, поэтому Китай держит... А Китай почему держится этой темой, что НАТО является угрозой, что есть легитимные какие-то основания у Москвы его обвинять. Потому что Соединенные Штаты пытаются, скажем так, собрать, подобрать коалиции, которые бы сдерживали растущую роль Китая, прежде всего, в военном плане, и приближать способность, скажем так, поглощения, в лучшем случае гибридно, а в худшем войной с Тайванем. Потому что это очень сильно ударит по многим параметрам. Начиная от чипов, которые порядка, по-моему, 65-70% Тайвань самых современных чипов производит, а чипы это все. То есть, это не только ракеты, это и наши айфоны, и наши стиральные машинки, которые очень популярны среди российских этих мародеров. Я уже говорю про то, что в отношении Тайваня есть обязательства у Соединенных Штатов, поэтому они могут дойти до применения ядерного оружия, защищая этот остров. Я уже не говорю про то, что если Китай захватит Тайвань или будет контролировать его, то это кардинально изменит ситуацию в регионе, и по большому счету Китай будет глобально доминировать. То есть, этот остров чрезвычайно важный с точки зрения движения Китая глобальному доминированию. Поэтому, соответственно, Китаю не нравится ни четверка Куат, так называемый, с Индией, значит, не, Австралия и Япония не, значит, не нравится этот Акус, где Британия, Австралия и Соединенные Штаты помогают Австралии получить атомные подводные лодки для того, чтобы противодействовать Китаю. Я уже не говорю об увеличении сотрудничества с Японией, потому что, понятное дело, что Япония получит первый удар по ее территории будет нанесет первый удар, если будет вооруженная попытка захватить Тайвань, поскольку тот же самый остров Окинава, где расположены ударные силы американские. Я уже не говорю про Южную Корею, которая тоже является частью системы сдерживания американцев, большущий контингент. Поэтому, как бы, Китай говорит, что мы против таких вот, когда не учитываются интересы. И здесь очень важный психологический момент для русских. Россия большая страна, большущий ресурс, 140 миллионов, территория, сумасшедшее количество металлолома этого военного. И Китай всегда был империей. Ну, только, фактически, столетия, когда европейцы доминировали, да, унижали, понятное дело, и это очень сильно сказалось на психологии, этот рост национализма, он тоже с этим связан. Так вот, они никогда, то есть Китай никогда не имел дела с какими-то соседями мощными. Всегда были какие-то маленькие страны, которых можно было напугать или каким-то образом там подкупить, а тут американцы создают альянсы. Провалилась, правда, сама, как бы, идея транс-тихоокеанского этого партнерства, которое Обама выстраивал, а Трамп и зарубил. Но, по большому счету, эти идеи, они все равно живут с точки зрения того, чтобы сдерживать Китай. Вот, естественно, им не нравится, когда кто-то объединяется против них, кто-то не хочет подчиняться их воле. И, соответственно, Китай в этом смысле и дает такой сигнал, что легитимные интересы должны быть учтены. Но, единственное, что в отношении Украины Китай себя не очень хорошо ведет. С одной стороны, он, слава богу, не помогает России оружием и технологиями, и я это пытаюсь мониторить постоянно, не видел, чтобы было какое-то подтверждение, что китайские компании предоставляют россиянам либо чипы, либо какие-то там виды современного вооружения или компоненты. Они сохраняют, ну, я думаю, что здесь прежде всего есть интерес, такой, скажем, доступа к западным рынкам, где можно больше продать чипов и получить технологии, нежели какое-то ограниченное количество россиянам. То есть, это как бы важная составляющая. Но, с другой стороны, Китай не сделал достаточно для того, чтобы вразумить своего придурковатого соседа, потому что, на самом деле, эта война ему чрезвычайно невыгодна. Смотрите, глобальная экономика притормаживается. Прежде всего, если мы посмотрим на важный для китайцев рынок европейский, он, собственно, как бы свернулся, скукожился благодаря энергетической войне, благодаря росту цен на продовольство, нестабильности. То есть, Китаю это неинтересно, это не нужно абсолютно. Тем более, ничего от выигрыша в Украине Китай бы не приобрел. Соответственно, они не хотят сильно поддерживать Россию, но они и не готовы отойти от России по простой причине, что тогда у американцев и их союзников будет больше ресурсов сконцентрироваться на самом Китае. Поэтому пациента будут поддерживать на таком искусственном дыхании, чтобы он там что-то делал и конвульсии какие-то будут происходить, но не настолько, чтобы Россия победила. То есть, Россия в понимании Китая не должна проиграть. Когда, например, наши западные партнеры, по крайней мере, самые важные, говорят о том, что Украина должна выиграть. Не просто не проиграть, Россия должна выиграть. Вот. Но, что Китай делает, как мне кажется, чрезвычайно неправильно и странно, как они об этом не думают, это ядерный фактор или атомный фактор. Посмотрите, когда, значит, лишние хромосомные захватили Чернобыльскую АЭС. Ну, ладно, Чернобыльская АЭС, она не работает и та радиация, которую там разворушили в этом красном лесу, рыжем лесу, прошу прощения, она как бы только повлияла на, собственно, самих российских военных. Но Запорожская АЭС, это же катастрофа, которую мог бы, ну, если произойдет что-то, она будет глобальная. То есть, да, она не будет такая, как Чернобыльская, но радиация не знает границ и китайцы тоже в этом смысле пострадают. Ну, а самое главное, это первая в истории человечества ситуация, когда государство захватывает чужую атомную электростанцию и ведет себя таким образом, чрезвычайно безответственно, халатно и фактически гранича с катастрофой. По поводу ядерного оружия, вся эта риторика и, значит, ядерный шантаж, который мы сейчас слышим, значит, я от алкоголика Медведева, я, собственно, от Путина, вот, это чрезвычайно опасная вещь. И для Китая было бы правильно втихаря поговорить с, значит, с этим фюрером русского мира и сказать, что это абсолютно неприемлемо. Ядерное оружие необходимо для того, чтобы сдерживать прежде всего тех, кто сильнее тебя. И, собственно, оно должно таким оставаться. Если оно будет применено в первый раз после 45-го года, и все осуждают Соединенные Штаты, да, и сами Соединенные Штаты считают, что это не совсем было хорошо. Понятное дело, причины, почему это было сделано, и это не те причины, о которых россияне в своей пропаганде говорят, но не суть важна. Что изменится тогда, кроме того, что Соединенным Штатам придется ответить? И тут тоже очень интересный вопрос. Сейчас как раз-таки есть какие-то маленькие кусочки информации, по которым можем судить о возможных ответах Соединенных Штатов. Ну, буквально после Китая. Если Россия применит это оружие, то конфликт может пойти фактически скажем так, эскалация его может выйти за пределы возможного контроля сторонами. И это, естественно, скажется на глобальную безопасность и на глобальную ситуацию. Второй момент. Соединенным Штатам придется пересмотреть свои планы на час Че, если Китай будет захватывать Тайвань. И тогда порог применения ядерного оружия, поскольку Россия его представим, ну, пусть это будет такой кошмарный сон, мы сейчас о нем говорим, Россия применила против Украины ядерное оружие, то Соединенным Штатам придется пересматривать свои планы и, соответственно, снижать планку, когда она может применить ядерное оружие в отношении Китая, если он будет захватывать, собственно, Тайвань. Я уже не говорю о том, что Россия будет изолирована и Китаю сжать руку, Си Цзиньпиню сжать руку Путину после того, это будет, ну, очень, я бы сказал, проблематично. Я даже не знаю, кто будет радоваться, ну, кроме Хезболла и Хамас, возможно, еще, ну, Асад, понятное дело, вот эти, как бы, люди будут однозначно на стороне России в любом случае, ну, и Лукашенко. Я даже не уверен, что Ким Чин Ын со всем его, ну, собственно, как бы, реноме такого человека ракеты, что он будет, как бы, воспринимать, потому что он тоже прекрасно понимает, что это за оружие и зачем оно ему надо, чтобы сдерживать и никто не напал, хотя кому это Северная Корея нужна с их прекрасным уровнем жизни, но, как бы, это оружие сдерживания и выторговывание чего-то там, дополнительной пайки риса либо еще чего-то, какие-то продажи угля либо поставки севернокорейцев на какие-то восстановительные работы на Донбассе, там, не знаю, вот, то смысл в том, что, как бы, это оружие, которое не должно быть принимаемым. Я уже не говорю о Индии и Пакистане, очень хороших дружественных странах один к одному, которые, собственно, и имеют ядерное оружие, чтобы друг друга уничтожить, но они это не делают по причине того, что понимают смысл этого оружия. Я уже не говорю про свои на точки зрения никакого смысла нанесения ядерного удара по Украине абсолютно нет. Я говорю про токийское оружие, естественно, не стратегическое, но тем более в стратегическом нет смысла. Поэтому, как бы, эта ситуация чрезвычайно интересна, и мне кажется, Китай вот не доигрывает здесь свою роль такой взвешенной силы, мудрой силы, которую он пытается себя показать. Мне кажется, они давно должны были уже поговорить и сказать, что прекращайте эту риторику. Да, мы вас поддерживаем определенным образом, мы готовы покупать вашу нефть с скидкой в 15 долларов за баррель, но вот с ядерным оружием не надо шутить. Тем более, что у самого Китая, если можно так сказать, чрезвычайно мирная, миролюбивая ядерная концепция. То есть, если в отношении России они говорят, там будет упреждающий удар, правда, непонятно, как это будет отличаться от фактически превентивного, то есть первого удара, китайская концепция, это будет нанесен по ним удар, они оценят его, собственно, как бы последствия, будут понимать, кто это сделал и, соответственно, ответят той стороне. То есть, грубо говоря, у них железобетонно ответный удар, причем не сразу и причем он должен быть симметричным, адекватным ударом по их территории. Соответственно, как бы Китай не может даже с точки зрения вот такого идеологического подхода приветствовать то, что как бы их поломные соседи напрямую угрожают и говорят, что не только по Украине, но там по натовским странам могут ударить. По поводу возможных ответов. Это чрезвычайно важный момент. На прошлой неделе Байден, выступая, точнее, давая интервью 60 минут, сказал Путину не делай, не делай, не делай. И что ответ будет чрезвычайно мощный. Советник по национальной безопасности и потом госсекретарь сказали, что последствия будут катастрофические. Я не знаю, на самом деле сохраняется то, что называется стратегическая неопределенность. Я не знаю, будет ли это симметричный ответ тактическо-ядерным оружием. Я думаю, вряд ли. Скорее всего, это будет симметричный ответ конвенциональным оружием. Потому что, на самом деле, Соединенные Штаты способны стереть русскую группировку на территории, оккупированных территориях Украины, как материковой части, так и Крыма, своими, скажем, способами, средствами абсолютно легко. Я уже не говорю про возможность того же самого Калининграда, а это как бы заноза в сердце Европы. Поэтому ответ будет чрезвычайно жесткий. И об этом говорят уже, не особо намекая, бывшие отставные генералы. Бен Ходжес об этом говорил, Буквально несколько месяцев назад в Вашингтон-Пост была статья о группе экспертов, бывших военных дипломатах и стратегах, которые советуют собственно администрации Байдена о возможных ответах. И мне понравилось размышление о том, что нанесение удара по территории Украины, оно должно рассматриваться как нападение на НАТО, поскольку радиация однозначно попадет и на территорию членов НАТО, и соответственно тот урон, который будет нанесен, он будет соответствовать причинам, точнее основаниям для того, чтобы запустить пятую статью Вашингтонского договора о коллективной безопасности. И это тоже чрезвычайно хороший важный сигнал. Мне понравилось, что Джейкс Элливан говорил о том, что они с русскими разговаривают и достаточно четко доносят свои мысли о характере последствий для Российской Федерации, если она сделает этот шаг. Поэтому я надеюсь, что остатки здравого смысла у Путина остались и он не нажмет на эту кнопку. Хотя с другой стороны понятное дело, что мы так надеялись, что и 24 февраля не произойдет то, что произошло. Скажем, я лично ошибался в том плане, то есть я не мог себе представить, что пойдут на такой глупый шаг. Я думал, скорее всего, будет эскалация на Донбассе и потом они потихонечку будут идти прежде всего в сторону Одессы для того, чтобы сделать, отрезать Украину от моря, точнее морей. и сделать возможным соединение сухопутное Крыма с другими оккупированными территориями. То есть это было разумно и для этого у них были силы. Они могли бы это теоретически сделать достаточно просто. Но, скажем так, вот как раз эта неадекватная реальность, в которой живет Путин, слава Богу, она привела к тому, что они начали эту сумасшедшую бездарную кампанию и не понимая как бы последствий. И теперь на самом деле вот эти ошибки они усиливаются, углубляются. Можно сказать, что Россия находится, или Путин находится в Цукцванге. То есть, грубо говоря, каждый следующий шаг будет кардинально ухудшать его положение. И я не вижу способа для него каким-то образом это остановить. Единственный вариант это может быть, вы сказали про этих 300 тысяч так называемых, хотя их будет больше, для того, чтобы захватить еще Харьковскую область. Я думаю, нет. Скорее всего, они попытаются после незаконной аннексии остальных территорий Украины, которые сейчас контролируют, они просто попытаются там окопаться и потом этот новый статус-кво зафиксировать для того, чтобы получить паузу и генерировать те силы и средства, которые необходимы для того, чтобы окончательно решить украинский вопрос. Поэтому, то есть, я не верю, что они способны, ну то есть, они, конечно, могут все там думать, они могут ошибаться, как это было 24 февраля, но я не думаю, что настолько они глупые, что у них нет вариантов надеяться, что они с Харьковом что-то могут сделать. Скорее всего, они будут довольствоваться тем, что контролируются и захватили. Александр, спасибо вам огромное, спасибо, что были сегодня с нами. Александр Хара был сегодня с нами на связи, за что мы ему очень благодарны. Конечно, признательны вам, наши спонсоры на платформе Patreon. Оставайтесь с нами. Александр, спасибо огромное. Спасибо.